Более 250 проблемных домов достроили на Кубани за последние 5 лет. Механизмы решения проблем обманутых дольщиков обсудили сегодня на совещании, которое провели глава края Вениамин Кондратьев и генеральный директор Федерального фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. В регионе проблемные объекты завершают с привлечением инвестиционных средств, а наиболее сложные достраивают при участии Федерального фонда и за счет краевого бюджета. Так сегодня стало известно, что долгострой Иван-Дамаря в Краснодаре будет завершен уже в 2022 году. Хотя еще недавно объект считался безнадежным. Яна Бузычкина расскажет подробнее. Из-за критая кровля, посмотрите, что происходит. Это цвет изменён из-за влаги. Это всего лишь третий этаж. Отслоение, коррозия. Вот так сейчас выглядит жилой комплекс парусного регата в Краснодаре. 4 25-этажки с романтичным названием. Как и все подобные объекты строились бодрыми темпами, но свои силы девелоперы рассчитать не смогли. Успели сдать только один литер и продать все квартиры во втором. Дом в микрорайоне гидростроителей оказался фактически брошен. Так началась печальная история Ксении Павловой и еще 1300 дольщиков. На протяжении всего времени и по сей день я снимаю это съемное жилье. Конечно, это очень тяжело. Это совершенно не входило в планы, то есть жить на съемном жилье. Это достаточно тяжело. У нас есть семьи у дольщиков, где есть дети, и их несколько. Это огромная нагрузка. То есть некоторые люди у нас еще платят ипотеку за эти квартиры. Дом с почти распроданными квартирами для новых инвесторов оказался непривлекательным. Их искали и сами дольщики, и краевые власти. В такой ситуации единственное спасение – государственное финансирование. Жильцы из этого дома одними из первых получили поддержку из Краевого фонда защиты прав дольщиков. Заканчивать оставшиеся литеры будет региональная строительная компания Краснодарского края. На данном этапе идет возобновление строительства. Они почистили участок, сейчас ведут демонтаж тех работ, потому что дом стоял в течение четырех лет неконсервированный. Мы ожидаем госэкспертизу буквально со дня на день. Каждый день, каждый дольщик, нас представляется больше тысячи. Мы все звоним в фонд, звоним, приходим и спрашиваем, конечно, когда. Когда же будет экспертиза. Мы все очень ждем. Рядом с парусной регатой находятся еще три долгостроя с похожей историей, у которых теперь есть будущее. Один из них – ЖК Иван Дамария. В ходе объезда посетили глава Кубани и генеральный директор Федерального фонда защиты прав дольщиков. Еще несколько лет назад этот объект считался безнадежным. Застройщик не справился со своими обязательствами, из-за чего в 2019 году был признан банкротом. С мертвой точки дело сдвинулось не без поддержки Федерального фонда. Ключи от своих квартир дольщики должны получить уже в 2022 году. Вы риски какие-то видите? Срыва вот этого графика, который вы сейчас представили? Сейчас не видим никаких рисков. А потом? Ну и вообще до сдачи, до вода, до эксплуатации мы не видим никаких рисков по этим домам. То есть вы уверены в том, что этот график пройдете в рамках вот того временного режима? Еще его и сдвинете для того, чтобы это можно было этот дом сдать раньше? Да, будем стараться все ускорять, процессы запараллеливать для того, чтобы своевременно все войти. Ну, я уверена в том, что мы график этот сдержим. При участии Федерального фонда решили проблемы дольщиков ЖК «Дом Романовых». Правда, дома достраивать не будут. Люди получат компенсации. В ходе объезда губернатор предлагает главе Федерального фонда защиты прав дольщиков использовать земельный участок для создания парковочных мест. Для густонаселенного микрорайона гидростроителей это один из лучших вариантов. «Дома нам достались в наследство им по 6-7 лет, поэтому, конечно, сегодня ситуация связана с тем, что не только достроить, но еще достроить качественно. А это, конечно, с точки зрения плотности застройки, которая здесь предполагалась, сделать невозможно. Поэтому, конечно, если это возможно сделать при поддержке фонда федерального, конечно, выплатить дольщикам денежную компенсацию, а вот это место превратить в парковку, даже в небольшое зеление рядом, где это вообще не планируется, конечно, мы получим отчасти другое качество уже, в крайней мере, домов, о которых сейчас говорили. Давайте посмотрим документы, если объект живой, но одна история, если не живой, значит, надо что-то думать». С 2015 года в Краснодарском крае достроили 254 проблемных дома. Это 45,5 тысяч квартир. Часть объектов доделывают инвесторы. Остальное до ума доводят за счет регионального бюджета. В тех случаях, когда закончить многоэтажку просто невыгодно, людям компенсируют стоимость квартир по рыночной цене. Часть расходов на себя берет фонд по защите прав обманутых дольщиков. «Благодаря здесь, в первую очередь, фонду защиты дольщиков федеральному, проблема начала решаться. Сегодня есть реальные результаты. И вот если мы сегодня посмотрим на результаты, в прошлом году мы достроили 113 домов. В этом году мы планируем достроить 83 дома. 42 проблемных дома, которые у нас уже находятся в совместной работе с фондом, они имеют алгоритм решения. Часть из них будет достраиваться, часть дольщики будут получать денежную компенсацию, уже получают. Это сегодня принципиально важно. И я хочу сказать, что взнос в 2019 году мы делали в федеральный фонд в размере 1 миллиарда рублей. В этом году заложили еще дополнительно 1,7 миллиарда рублей. И надеемся, что общий список проблемных домов, которые мы будем реализовывать с помощью федерального фонда защиты дольщиков, увеличится до 73. И это практически, можно сказать, проблема обманутых дольщиков, должна уйти в прошлое. В 2020 году, я думаю, что совместно мы поставим точку к проблеме обманутых дольщиков. В Краснодарском крае лично глава края занимается этой проблемой. И если действительно с такой энергией эта проблема решается, то обязательно у нас с вами стоит задача до конца 2023 года эту проблему решить. Сегодня порядка 10 миллиардов рублей. Под это зарезервировано на решение проблем пострадавших граждан. Только в прошлом году, несмотря на пандемию, в регионе завершили больше ста долгостроев. Поэтому прогнозы в 2023 году доделать последний дом с обманутыми дольщиками на Кубани вполне реальная перспектива. Важно только не допустить за это время появления новых проблемных объектов. Главное, что мы сейчас видим, что за 2020 год уже есть положительная динамика решения этого вопроса. Мы как фонд приняли решение и восстановили права более чем по 40 объектам. И также субъект завершил строительство более чем 60 объектов, а даже больше. И в этом году большие планы. В этом году нам стоит задача по всем объектам фонда, по всем объектам, которые нам регион заявил фонд, принять все решения. Так называемая дорожная карта, то есть алгоритм работы, есть по каждому проблемному объекту. Сейчас на Кубани их 260. За сроками сдачи следят в прокуратуре региона и в администрации Краснодарского края. Мы в прошлом году 113 проблемных объектов ввели. В этом году 83, я думаю. То есть 13 тысяч обманутых дольщиков еще найдут разрешение своих проблем, безусловно получат квартиры. И я бы хотел, конечно, чтобы мы более предметно подробили в целом по всему спектру. И не только вот те проблемные дома, которые сегодня в нашем обозрении. Естественно, мы понимаем решения вместе с фондом, как их решать. А я хотел бы, чтобы мы посмотрели на целиком проблему и, может быть, имели алгоритм решения проблемы обманутых дольщиков до некрайнего, до последнего дома. И тут мы должны при поддержке фонда найти решение. И уже поставить отсечку, и больше проблемных домов не должно появиться. Мениамин Кондратьев и Константин Тимофеев подписали соглашение, согласно которому совместными усилиями региона и Фонда защиты права обманутых дольщиков решат проблему больше, чем 70 долгостроев. Яна Бузычкина, Кирилл Белонок и Антон Березин, Кубань-24, Краснодар.